Приветствую вас, мои хорошие, на канале в гостях у заводчика Корги «Воплощение мечты» и наша рубрика «Таро-прогноз». Сегодня мы с вами рассмотрим ещё одну яркую, не побоюсь этого слова, личную. Ксению, так сказать, Собчак. Такая, знаете ли, девушка, иногда у меня вот такое ощущение, что она где-то в чём-то напоминает мне нашу Юлию Владимировну, да, такая вечная кандидат в президенты, очень любящая денежку и завжды працюе. Вот такой ещё один вариант, да, такая, такая Ксения типа Юлия. Ну хорошо, давайте посмотрим, давайте посмотрим, что мы увидим в картах об этой Ксении. Не знаю, высказывает ли мне своё мнение Ксения, у меня просто своего мнения особого нет. Я стараюсь не смотреть никакие видео с ней, в принципе, поскольку меня это особо раздражает. А вот почему она меня раздражает, возможно, мы сейчас и выясним в моём раскладе, да. Что ж такое меня в ней так бесит, прямо, знаете, не знаю, что там в ней такое гнилое-пригнилое, но, наверное, должны карты об этом сказать лучше меня. Итак, Ксения Собчак. Что из себя представляет? Представить себе образ Ксении Собчак несложно, да, так как лицо медийное более чем. Вот такая вся Ксения. Мне кажется, у Ксении больше сходство с Лавровым, чем с её родными родителями, если честно. Ну хорошо, Ксения. Итак. Что из себя Ксения представляет, да? Сигнификатор Ксении. Ага. Интересное кино. Ну хорошо, хорошо. Поехали. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Как всегда, вы можете высказывать своё мнение об этом человеке. У нас на канале все могут высказываться свободно, да, кроме тех, кто мне очень не нравится. Вот, тех я блокирую. Вот. А все остальные высказываются абсолютно свободно. Поэтому. Поехали. Ксения Собчак. Итак. Что же на сегодня она из себя представляет? Слушайте, удивительные карты. Я даже, вот я прям, я же их в первую очередь, да, выложила. И вот я думаю, как это истолковать. Смотрите. Колесо фортуны, победа и потери. Вы понимаете, такая переменчивая, да, от победы до потери. От потери до победы, да, так вот качается она вот в таких, такие качели, да, у неё. Либо, либо на сегодня, да, она от победы стремится к падению, да, либо она так на весах. Какая-то интересная карта, да, вот как эти карты можно прочитать. Произойдут ли в её жизни такие изменения, да, что совсем пойдёт побираться? Ну, маловероятно, да, гражданочка-то, я так думаю, миллионер, да. Ну, интересно. Как вы думаете, как можно истолковать такие карты? Ну, то, что она находится в таком состоянии прямо глобальных перемен в жизни, это однозначно, да. Может ли она потерять всё своё состояние? Спорный вопрос. Ну, по картам, вы видите, интересно. Я же говорю, интересно, интересно особо. Ну, хорошо, давайте посмотрим, что сейчас происходит в жизни, в жизни Ксении. В жизни Ксении сейчас, вы понимаете, борьба такая, борьба, какая-то внутренняя борьба. Да, она во внутреннем конфликте находится и в частых переездах, в дорогах, видите, в дорогах, вероятно, за границу, да, куда-то. И в таком внутреннем конфликте, да, что же честно, что же справедливо. Такое вот у неё такое сумятица, да, в её жизни сейчас. Нестабильные времена, я бы сказала, нестабильные. Что в её доме происходит? В её доме. А в её доме, в её доме, ну, понятно, тут у неё, смотрите, ждёт её сын, вероятно, да, это всё-таки Пажа у нас. У Ксении, я же так понимаю, у неё сын, да. Вот, ждёт её сын, не всегда она может с ним видеться, вероятно, видите, не получается, связана она. Вот, ну, у неё такая, видите, сейчас острая, острая такая ситуация в доме, возможно, конфликтная ситуация в доме. Ну, вот такой какой-то период, сложный период, видите, у неё как бы, и у неё, и в её доме сейчас очень сложный, конфликтный период. И, с одной стороны, у неё дороги, посмотрите, да, дороги, она ездит, а с другой стороны, она связана в своём доме, ограничена в движении. Как это понять, скажите, пожалуйста, ограничена в действиях, возможно, да, ограничена в действиях в своих каких-то решениях, возможно, ограничена в своих решениях относительно сына, может быть, да, либо относительно заграницы, как вариант, потому что, в принципе, Паж Жезлова, это может быть заграница, да, и вот тогда она может быть, у неё масса идей куда-то ехать, но она ограничена относительно заграницы, тоже как вариант, как вариант, ну, вот что-то такое, что-то такое, ну, окей, хорошо, сейчас разберёмся. Так, на что у неё надежды? Надежды, ну, надеется она на императора, видите, надеется она, что у неё всё же будет работа, надеется, что император её, видите, видите, император её, я так понимаю, император, это всё-таки Путин, она на него очень сильно надеется, что он её не оставит, да, и будет от него какая-то благая весть. Вот, Путин, он ей кто? Он ей там, не знаю, кто он ей, крёстный, да, или кто он ей, то есть на него прямо-прямо серьёзные надежды, видите, что не забудет, не забудет беднягу, бедолагу, да, на него прямо надеется, ну, сука, сука. Так, надежды это у неё, ожидания, что же она ожидает? Ожидает, ну, вот прямо ожидает, вы понимаете, вот прямо ожидает и ожидает, ждёт, затаилась она в своём доме и ждёт, видите, ждёт. В таком, ну, вот видите, вот это её состояние, неудовлетворение такое состояние, да, и ничего ей не радостное, ничего ей не хочется, ждёт, чем дело кончится, затаилась змеюка. Вот почему она меня раздражает. Она мне всегда напоминала такую, знаете, гадюку, такая мерзкая гадюка, знаете, которая так из-под камня вылезет, тынь, укусит и опять под камень, да, и такая, вроде она ни при чём, лежит на солнышке, греется, типа, вот. Вот, таки да, ну, хорошо. Так, ожидания, что же неожиданно произойдёт в её жизни? Неожиданно. Неожиданно, а неожиданно у неё какой-то праздник намечается, где она будет весела, бодра, видите, у неё появятся новые возможности и надежды, прям вроде бы вот было плохо-плохо, всё как-то грустно-грустно, а тут бац, и жизнь налаживается, видите, какой-то праздник, может быть, какой-то концерт или какой-нибудь ей там оплатят корпоративчик крутой, да, и она, вот видите, вещает на сцене, как маг, прям, опять звезда, звезда, прям звезда, призвезда, то есть, я думаю, работка-то у неё появится, судя по всему, да, неожиданно. Близко-скоро, близко-скоро в её жизни, так, ну, что сказать, новая любовь близко-скоро в её жизни, как бы это был не новый брак даже, потому что, посмотрите, влюблённый выбор, кубковый, двойка кубков и семья, я думаю, что близко-скоро в её жизни будет новый брак, новый брак. Кстати, она нынче замужем или как? Ну, и что в дальнейшем её ждёт? В дальнейшем, смотрите, какая история интересная, да, интересная история. Башня, Отшельник и Девятка кубков. Очень интересные карты, видите, какая она противоречивая? С одной стороны, вот, казалось бы, вот эти карты, ну, мягко говоря, да, несовместимы, но, тем не менее, они есть. Разрушение какое-то, разрушение. В то же время она очень самодовольна, сидит, радуется жизни, она считает себя звездой, я молодец, я крутая, но она всё-таки оторвана от мира, да, по Отшельнику. Она сама по себе довольна собой, но в её жизни происходит, тем не менее, разрушение. Возможно, это знаете что? Возможно, вот, она всё ещё довольна собой, да, но уже разрушаются основы её жизни, да, и ей это ещё предстоит увидеть. Интересные карты, вы понимаете, какая она сложная, сложная, сложная тётка, ну, хорошо, мы с другого боку подойдём, попробуем ещё раз её представить, да, вот, как-то она туго даётся, туго она даётся, ты погляди на неё. А, Ксения, Ксения, ну, хорошо, подойдём с другого боку, хорошо, как Ксения Собчак относится к своей стране, к своей родине, Ксения, Ксения Собчак. Так, хорошо, сейчас мы её ещё раз представим. Так, отношения красивые. Ну, так, смотрите, это интересненько, да, с одной стороны, Россия, это её мир, это её мир, но она уже готова, видите, по причине войны, покинуть этот мир, который рушит. Видите, вот, посмотрите, мир, её мир, который заканчивается, который рушится, и она, в принципе, вот по причине этой войны, да, готова уже его покинуть. Хотя, в целом, как бы, да, вот, к России она настроена благосклонно. Но, если встанет вопрос, очень легко и просто её покинет, без всяких там вопросов, да, развернулась и уехала, там, где денюжки её будут целее. То есть, такое отношение, да, вот такое отношение. Ну, хорошо, то есть, на баррикады не готова, да, не готова. Пока Россия кормит, поет, пока и слава Богу. Если что не так, поедем куда-нибудь в другое место. Хорошо, как она относится к своему президенту, да, и мало того, ещё к конкуренту по выборным программам своим, да, она же вечный кандидат в президенте у нас, да. Как она относится к Путину на самом деле? Ну, интересненько, интересненько. Ну, во-первых, мягко говоря, мягко говоря, она к нему относится так прямо вот со всей душой. Ну, посмотрите, умеренность и туз кубковый, я бы сказала, вот даже с такой, знаете, с трепетом и любовью, да, вот, ну, скажем, с уважением, да, и с трепетом неким. Вот, но при этом, при этом она совершенно чётко всё понимает. Она, вот смотрите, какая стерва, да, королева мечевая. Это такая стервозная, продуманная, умная, острая на язык, холодная, просчитанная такая дама, которая очень просто развернётся, и так же, как она оставляет Россию, так же она оставит своего распрекрасного президента. Кстати, является он ей крёстным или нет, скажите мне, а то я что-то вот не помню. Что-то такое я слышала, да, то есть она легко оставит все эти свои привязанности сердечные, развернётся и свалит, видите, потому как является, по сути, вот, стервой такой, стервозной особой. Ну, хорошо. Она кто у нас? Она весы, да? Ну, больше похоже на скорпиона, я бы сказала. Хорошо. Так, вопрос зададим. Что ждёт её в личной жизни? Да? Что ждёт её в личной жизни? Ксения Собчак. В личной жизни. Ну, видите, мы говорили о том, что у неё возможен новый брак, да? Смотрите, что падает. Но перед этим, всё-таки, перед тем, как будет новый брак, у неё должен, получается, распасться ещё один. То есть удар у неё будет, окончание чего-то, разочарование и уход в другие отношения. Сколько у неё, какой у неё сейчас муж по счёту? Следующий будет. Будет. Однозначно, следующее отношение у неё уже на пороге. Не знаю, что там у неё сейчас в личной жизни. Вообще мне плевать на это. Но то, что у неё будут новые отношения, вероятно, даже с официальным оформлением, это очень вероятно. Далее, что мы ещё спросим? Ксения Собчак. Да, карьера, да? Интересно. Что же ждёт Ксению Собчак с карьерой? Она же так любит брать такие коварненькие интервью, да? Сунуть свой нос в чужую жизнь. Почему бы и нам не сунуть свой нос в её жизнь? Итак, что ждёт Ксению с карьерой? Будет несколько подвешенная ситуация. Видите, немножко она подвиснет, немножко застопорится. Но работать она будет много. Это карта Мастер. Вообще она, конечно, вот работающая дама, да? Такая работающая, посмотрите. Помощь ей, конечно, будет идти. Не зря она надеется на неё, да? По императрице. Кстати, она нормальная мать по этой же карте. Она прямо, ну, не просто кукушка, да? Она мать себе, вполне мать дьявола. Работа её зависима абсолютно, да? То есть, она выполняет заказы. Выполняет заказы. То есть, покупается. Ну, понимаете меня, да? Ну, и её работа будет её приносить деньги. Всё-таки будет она иметь хорошие доходы. Несмотря на то, что несколько, первое время будет слегка подвешена ситуация. Но начнёт потом активно работать, выполнять разные заказные, там, штуки заказные, такие вот, проплаченные. И, соответственно, будет наслаждаться итогами, да? Вот так вот у неё будет с карьерой на какое-то вот там ближайшее время. Очень даже неплохо, понимаете? Неплохо. Такая состоятельная гадюка. Хорошо. Что же Ксению ожидает в итоге, да? Лет так через десяток. Да. Хлебнёт ли она чего-нибудь полной ложкой, да? От жизни. Или так и будет наслаждаться? Да, ну, что скажете? Ой, тут денег хватит надолго, видите? На всю её собчачковую жизнь денег хватит. Так, кстати, я хочу сказать, что следующий её брак, вероятно, будет долгим, потому что вот падает семья, дети. Да, вероятно, этот новый брак, который будет её жизнью, он будет долгим. Ну, и, в принципе, она не будет никак не наказана, ничего, видите, сможет она защититься или уедет куда-то, да? Ну, будет под защитой. В принципе, не грозит ей таких уж опасностей, но если она под защитой, то, естественно, какой-то процесс защищаться-то ей от нападок придётся. Видите, по жизни вот у нас падает, да? И приходится ей защищаться от нападок, конкуренция, нападки, да? Но, тем не менее, она благополучно будет выходить из этих затруднительных ситуаций. Ну, вот такая вот. Ну, говорю, похожа-то она, Тимошенко. Вот скажите, где-то в чём-то похожа, вы понимаете? Такое вот что-то, что-то у них есть общее. Да, только это-то будет более такая прожжённая, прожжённая. Ну, вот так. Будем ещё задавать вопросы. Что мы ещё спросим? Давайте, как Собчак относится к Украине, да? Ну, так, напоследок. Ну, и так я догадываюсь, но всё-таки, всё-таки. Какое же отношение у Собчак, Ксении, Собчак, к Украине? К Украине. Ну, такое. Такое. Интересные карты. Ну, видите, она считает, что дорога ей в Украину заказана, да? То есть, её активность в Украине, рабочая активность сводится к нулю. Соответственно, она ищет новые дороги. То есть, Украину она для себя вычёркивает просто. Ищет новые дороги, на каких странах ещё можно зарабатывать. К Украине она поощряет войну, я вам хочу сказать. Посмотрите, карта войны с Украиной. Ей плевать, собственно говоря, на эту войну и на Украину, и сколько здесь погибает людей по хер дверца. Она смотрит, что она там сможет на Западе ещё высмотреть, потому что в России ей не интересно. Она всё-таки смотрит на Запад. Да, ну и пожрится. Она на самом деле очень закрытый человек. И её настоящее мнение она никому не скажет. Да? Она всё держит в себе. Из людей она информацию-то вытягивает клещами. А своё личное мнение держит глубоко по семью замками. Вот такая вот сучка, Ксения Собчак. Такая вот сучка, дорогая штучка. Вот так вот. Да. Не хотела бы я среди своих друзей иметь такую суку, если честно. Да. Ну, и такие же для чего-то нужны на этой земле, да? Не такие для чего-то нужны. Ну, для себя я, собственно говоря, поняла, почему она меня раздражает и абсолютно неинтересна. Ну, тем не менее, надеюсь, что вам расклад этот был интересен. Возможно, что-то у вас отозвалось. Если вы знаете какие-то интересные факты Аксении, кстати, вы можете написать, сообщить, ой, сообщить мне в комментариях. Возможно, что-нибудь такое, знаете, какие-нибудь свежие сплетни. Сплетни. Давайте посплетничаем Аксении. Она же любит этим заниматься, о других людях, да? Почему бы нам не перемыть ее косточки? Ну, что ж, до новых встреч. Люблю, целую. Увидимся, мои хорошие. Увидимся. Не грустите. Скоро май.